ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И наше большое желание рассказывать вам, уважаемые телезрители, о наших земляках, которые помнят войну. И хотя наши первые гости уже в мирное время родились, они смогли в своей книге рассказать о тех, кто видел войну детскими глазами. 2015 год литературы, и мне кажется, что это тоже несколько символично. Лариса Михайловна, расскажите, пожалуйста, о том, как родилась идея книги. Как создался ваш творческий авторский коллектив? Ну, о книге, честно говоря, мы не думали совсем. Просто несколько лет назад мы решили собрать материал о детях военного поколения. Как раз в то время мы отмечали юбилей, 70-летие победы, битвы под Москвой. И вот мы решили собрать воспоминания детей военного поколения. Опыта у нас никакого не было. Просто я пришла к ребятам в класс и говорю, кто хочет потрудиться над этой темой. Мы хотели написать проект, который так и называется «Живая память о войне». Но в то время ребята откликнулись, вот Маша Юлогина и еще была девочка Динара Талайбек. Потом она уехала на родину, ее заменила вот наша Юля. И мы втроем занялись вот этой работой. Стали собирать материал. Опыта никакого не было, и поэтому мы решили просто пойти по улицам нашего поселка Измайлова. Встречали мало знакомых, совсем незнакомых или знакомых людей пожилого возраста. И спрашивали, просили их рассказать о военном детстве. Вот так мы начали собирать наш первый материал. В книге почти 90 героев, да? Да. И с каждым нужно было пообщаться, найти время. Это действительно очень кропотливый труд. И наверняка люди ведь старые уже, пожилые, они не все хотят идти на контакт. Как у вас так получалось, что вы все-таки находились с ними контакт? Ну, честно говоря, первые истории, которые мы получили, нас поразили. Мы просто ахнули. Вот первая история, например, была про девочку, которая никогда не видела своего отца. Осталось только фотографии. Она с этой фотографией даже ложилась спать. Еще одна история, как две сестры провожали отца на фронт. И последнее, что он им подарил, это кулечек конфет. Вот эти конфеты остались. Потом трогательная история о парусиновых туфельках, когда нечего было надеть, и поэтому было трудно. И девочки свои туфельки красили обычным мелом. Или вот история о платье из мешковины. Такие были трогательные истории, и мы, конечно, подумали, что мы просто открыли клад. Клад исторический. Самое трудное было то, что при воспоминаниях наши герои очень порой расстраивались, потому что бередили мы их рамы незаживающие. Они плакали, и мы плакали вместе с ними. И вот один из наших героев, Владислав Иванович Фатьянов, пишет в своем стихотворении, мы его приводим в нашей книге. Я только начало позволю себе прочитать. «Некуда от памяти мне деться. Вижу, как сейчас передо мной так нелепо скомканное детство стало между миром и войной». У наших героев детство было скомканное. Оно было, это детство, как другой наш герой пишет. Была война, и детство было. Но детство было вот такое скомканное. Поэтому вот это было, пожалуй, самое трудное, что наши герои очень-очень... Им хотелось рассказать, но они порой плакали, и плакали, когда плакали, были похожи сами на маленьких детей. Вот и девочки мои тоже вместе со мной очень переживали эти истории. Поэтому каждая история в этой книге настоящая, и прям она через нашу душу прошла. Вот вся эта книга прошла через наше сердце. Меня вот поразило то, что в соавторстве, да, значатся три фамилии. Я сначала не поняла, что две школьницы... Девчонки, в наше время настолько далеко от войны, что, мне кажется, трудно прочувствовать это. Вы смогли прочувствовать эпоху ту, общаясь с героями своей книги? Маша? Да, смогли. Было очень захватывающе и трогательно. Мы плакали, плакали, приходили к каждому ветерану, и на глаза наворачивались слезы. Они сначала очень стеснялись, да мы ничего не знаем, нам нечего рассказать, но потом как-то разговаривались, задавали вопросы, и мы просто не успели записывать даже. Как вы с ними общались? Кто они для вас? Ведь это же как бабушки, дедушки, да, так, наверное, и общались с ними. Как вы к ним приходили? Здравствуйте, баба Маша, или как? Ну да, большую часть ветеранов, героев нашей книги мы знали. Они общаются с моей бабушкой, и Лариса Михайловна их знает, и Юлины родители тоже. Поэтому, да, здравствуйте, баба Маша, здравствуйте, там, не знаю, теть Кать, как-нибудь так. Больше бабушки они не любили, когда их называют бабушка. Мы говорили, тетя. Ну, я думаю, что, наверное, после этого они стали вам ближе, ведь раньше вы об этом не знали, о том, каким было их детство, правда? Ну да, было очень сложно сблизиться с ними. Они порой даже, когда мы раздавали листовки или приглашения какие-то, не хотели открывать дверь нам. Открывали только Ларису Михайловне. Но на самом деле я никогда не задумывалась, что рядом со мной, когда я иду выкидывать мусор или, не знаю, в магазин, или просто выхожу на улицу, сидят бабушки, что-то разговаривают. Я даже не догадывалась, какие у них воспоминания бродят их душ. Какое детство было? Да, я не думала об этом. Сравнивала с собой? Да, мое детство тихое, мирное. Слава Богу. Да, хорошо. Юль, почему ты взялась за эту работу? Что интересного в этой работе было для тебя? Ну, для меня было интересно это посмотреть, как они выживали в то время. Потому что мы, новое поколение, в отличие от них, совсем другие. Мы иногда даже получается так, что можем не ценить то, что они ценят. Большинство бабушек и дедушек в нас пытаются вложить это, но мы сопротивляемся этому. У меня сама бабушка, вот, ребенок войны. Я у нее спрашивала, как она выживала. Она часто пыталась переводить на другую тему разговор. Но иногда получалось так, что рассказывает. Мне вот самой стало интересно, каково это быть ребенком войны. И когда мы с ними общались, это действительно так получалось, что мы переживали вместе с ними то, что они тогда пережили. Вот так. Вот про свою бабушку ты узнала, какое у нее было детство? Да. Ну, война началась тогда, когда ей было всего пять лет. Они, она помнит то, что были прожектора рядом с МКАДом. Все время, как только налетали вражеские самолеты, они прятались в бункерах, которые были неподалеку. Вот. Они уже точно знали, какой самолет по ГУЛу определяли. Летит вражеский или наш, советский. И когда она рассказывала именно о самолетах, о том, что происходило, она плакала. Ей как бы страшно вспоминать то, что тогда она пережила. Мне кажется, что вот после такого общения, да, со своими родными, становишься к ним ближе, внимательнее, наверное, правда? Да. Ну, вот в книге вашей, я уже говорила, почти 90 героев. Какие истории, мне вот интересно от девочек узнать, уже Лариса Михайловна сказала, какие истории вам запомнились больше других, Маш? Ну, мне больше всего запомнился рассказ Арифеиха Медулиной. Она жила в деревне, и у них не было спичек, не было огня. И они сидели у окна дома, у них была очень большая семья. И смотрели, у кого первый дым пойдет из трубы. И бежали туда, брали уголек, и несли к себе домой, разжигали костер. И в конце своей истории бабушка Арифеиха Медулина нам рассказала, что раньше они жили плохо, но всегда ждали хорошего. А сейчас живем хорошо, но ждем чего-то плохого. Очень глубокая мысль, мне она очень больше всего запомнилась. Юля, тебе? Мне понравилась история о том, как попадали наши советские молодые люди в плен к немцам, и они всячески вредили. И одна из таких бомб, которые они делали, попала в соседний дом нашего рассказчика, и она не взорвалась. Когда приехал сапер и начал разминировать ее, то обнаружили в бомбе вместо детонатора песок и записку. «Передайте моим родным то, что нас много таких. Мы стараемся вредить немцам как можем». Ну а родные той девушки, эта девушка писала, жили тогда на Украине, и Украина была уже оккупирована немцами. Родных так и не нашли. Спасибо большое. Вот, проделав такую большую работу, вы, девочки, как авторы книги, что изменило вас внутренне? Вообще что-то произошло с вами после того, как эта книга вышла? После того, как прошла такая большая работа? Встречи с вашими героями? Может быть, какие-то раздумья ваши? Как вы сами? Изменились ли после этой книги? Да. Я стала намного сильнее, и на многие свои проблемы я посмотрела другими глазами. Мне показалось, что они вообще совершенно незначительные по сравнению с теми, что было в то время. Я постоянно сравниваю и каким-то проблемам стараюсь относиться легче. Так проще жить. А ты? Да, изменилось. Моя любовь к родине стала в два раза больше, чем раньше. Я даже раньше хотела еще пойти в армию служить, но как-то переменилось немного. Потому что армия – это все-таки мужское. Но все равно, если надо будет, то за оружие возьмусь. В два раза больше будет желания, если буду воевать. Надо же. Лариса Михайловна, в книге есть два ваших рассказа. Скажите, они были написаны специально для этой книги или нет? Или это заранее? Нет, они были написаны давно. Просто мне показалось, что они гармонично войдут в нашу книгу, и вот мы поэтому их включили. У меня тоже родители дети войны. Папа был в оккупации в Воронежской области, мама в Тульской области. И поэтому все ужасы войны они тоже пережили. И эти рассказы я написала давно. Ну, просто вот мы включили их в нашу книгу. Еще есть рассказ… Они о ваших родителях? Да. А еще есть рассказ Натальи Замариной «Луковица». Нам тоже показалось, что он очень подходит в нашу книгу. Вообще вот то, что вы написали в этой книге о своих родителях, да, это еще больше вас сближает с этой книгой. Но я думаю, что после того, как вышла эта книга, наверное, все остальные 80 с лишним героев стали вам близки, всем вам, да? Вот мне кажется, что эта книга объединила ваше поселение, ведь она рассказывает именно о жителях вашего поселения, да? Действительно есть такое? Объединила как-то вот? Честно говоря, да. Наши герои часто говорили мне, например, что про них забывают во время Дня Победы, чествуют ветеранов, да, тружеников тыла, а про них немножко забывают. А вот теперь мы их пригласили к себе в школу на праздник, мы вручили им эту книгу. Они к нам приходили несколько раз на другие мероприятия в школу, и они поняли, что они нужны, и рассказы их нужны, и жизнь нам их интересна, и опыт их интересен. Ну, и поэтому они почувствовали значимость свою, и мне кажется, это, я думаю, что их радует. Мы даже съездили с ними в Храм Христа Спасителя, Олег Владимирович Хромов оплатил нам поездку, и вот мы всех наших бабушек возили в Храм Христа Спасителя. Для них это был большой-большой подарок, и они до сих пор благодарны и рады, что про них не забывают. Вот книга издана. Я думаю, что были невероятные ощущения и волнения перед тем, как ее дарили, и во время того, как ее дарили ветеранам. Что чувствовали, Маша? Ну, я волновалась. Понравится ли книга ветерана, может, мы слишком личное написали там, или понравится фотография, которую я фотографировала. Но книга понравилась, очень понравилась. Когда мы книгу вручили, я уже пошла домой, бабушки сидели на скамейках возле подъезда, и говорили, что книга им очень понравилась. Все было здорово, и даже открывали книгу и показывали свои фотографии. Было здорово. А как вообще это проходило, момент дарения, Лариса Михайловна? Вообще было издано 300 экземпляров. 200 экземпляров мы оставили сельскому округу, они вручали ветеранам. Вместе с подарком развозили всем по домам. А 100 экземпляров осталось нам, вот нашим героям, нашей книге. Мы пригласили их на наш митинг на 9 мая в школу, и там вручили вот эти книги. Торжественно вручили. Но вот что удивительнее я хотела добавить. Можно? Конечно. Знаете, что книга издана, а истории продолжают нам приносить, и фотографии приносят. И мы попросили наш сельский округ помочь нам издать вторую книгу. Потому что сейчас, наверное, ну, историй 20 уже, и много-много фотографий. Потому что не всех мы успели опросить. Поэтому вот... Это замечательно, мне кажется. Когда есть продолжение у книги, силу авторского коллектива, правда? И мне бы хотелось вот такой вопрос задать девчонкам. Я спрашивала о том, изменила ли вас книга. Да, действительно изменила. А может быть появилось желание какое-то, не знаю, будущее свое в этом направлении реализовывать? Как-то? Я не думала об этом. Мне понравилось написание книги, но я не думала об этом. Вы сказали, что книга вас изменила внутренне. А возможно появились какие-то желания, связанные с будущим, может быть, с профессией будущей, которая помогла бы вам реализовать ваши творческие способности. Я думаю, сейчас у вас просто всплеск этих способностей, правда? Появилось, нет? Ну да, я не думала о продолжении. Как-то как писатель о себе. Но хочу принять участие во второй книге. Это здорово, интересно. Я бы хотела принять участие во второй книге, но, увы, я ухожу из школы. Но постараюсь, может, буду у Ларисы Михайловны помогать. Так, вроде, собирались заменить меня немного. Ну, вообще, вот, как вы считаете, какой итог можете подвести своей большой работе, Лариса Михайловна? Вы как руководитель проекта. Я хочу сказать, что все истории нашей книги очень волнуют ребят. Мы с нашей книгой прошли практически по всей школе, по всем классам. Когда мы рассказываем эти истории, тишина-то, где она стоит, гробовая. Как дети слушают, как им интересно. Ну, вот, например, как дети учились во время войны. Это же удивительная история. Как они писали между строк в книге. Как они отогревали чернила под мышкой, чтобы только вот они замерзшие растаяли. Ну, просто, как девочка одна, не в чем было прийти в школу. Она надела большие ботинки и боялась выходить к доске, потому что над ней смеялись. Нечего было надеть, но нечего было обуть. И поэтому, ну, что в школе давали, например, на обед одну морковку или одну свеклу. Что они в проголодь жили. Вот это трогает невероятно. Дети современные слушают эти истории, затаив дыхание. Или, например, Новый год, нечем было нарядить елку. Они делали конфеты из хлеба, заворачивали в старые фантики и вешали вот эти конфеты. То есть каждая история, она, ну, удивительная. И для наших современных детей она очень интересная. Действительно, по большому счету, получается, что книга даже важнее, наверное, не ветеранам, да? А молодому поколению, тем, кто будет жить дальше. Да, вот мы и назвали эту книгу мостиком между прошлым и будущим. Дай Бог, чтобы вторая книга вышла, потому что мне хочется, чтобы и остальные истории выжили и сохранились в памяти нашего поколения. Мне остается вам пожелать только творческого успеха, чтобы все у вас получилось. И мы встретились в этой же студии, когда ваша вторая книга будет издана. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.